Привет друзья! Хочу поговорить с вами о конкурсе на главу таможни и налоговой, коих мы выбираем в рамках разделения государственно-фискальной службы. Вчера состоялся первый этап этого конкурса и знаете, что меня удивило больше всего? То, что это событие абсолютно не заинтересовало ни СМИ, ни общественной организации, ни бизнес. Кроме меня и журналистов на первом этапе конкурса был еще один фотограф. И все. Получается, что никому нет дела до того, кто возглавит две структуры, наполняющие бюджет страны. Никого не волнуют слухи о фиктивности этого конкурса. И то, что руководители налоговой и таможни уже давно назначены. Честно говоря, для меня это странно. Ведь мы же постоянно слышим, как бизнес жалуется на засилие контрабанды, коррупцию на таможне, поборы за каждую бумажку с экспортеров и импортеров, нелепые налоговые проверки белого бизнеса и пассивность в борьбе с серым. Жалуются они громко, а когда пришло время перестраивать эти структуры, есть возможность проконтролировать прозрачность конкурса и выбрать независимого и эффективного руководителя, их нет. Где бизнес ассоциации, где активисты, где десятки телекамер, выискивающие подтасовку результатов. Никого. Все заняты тем, что обсуждают, как писает Порошенко и кто сделал его фотографии с Путиным. Но раз никому нет дела, тогда не удивляйтесь, что в этой тишине вам опять назначат тех руководителей, которые будут выполнять распоряжение сверху по сбору с вас денег. Не жалуйтесь потом, что вам опять не тех назначили. Я считаю, что только максимальное внимание конкурсу способно противостоять его формальности и фальсификации. Нужно задавать вопросы кандидатам, разбирать членов комиссии, этапы конкурса. Ведь именно всего этого боятся те, кто хочет превратить его в фикцию. В период смены президента под давлением общественности, они попросту побоятся назначать людей по указке сверху. Теперь сам конкурс. Интригой первого этапа стала неявка главного претендента на кресло главы таможни Виктора Кривицкого. По моей информации, за день до конкурса ему поступил сигнал от премьера с конкурса сниматься. Что послужило причиной этого сигнала, не знает никто, но Кривицкий таки снялся, попросту не явившись. На фоне неявки Кривицкого выглядит достаточно странным история того, что за день до окончания срока принятия документов на конкурс на него подались замминистра экономического развития Максим Нефедов, курирующий Прозоро, и Сергей Верланов, который от Минфина, собственно, и занимался разделением государственно-фискальной службы. После подачи документов этими кандидатами сразу поползли слухи о том, что вопрос об их назначении на эти должности уже решенный. На инструктаже перед тестированием они, в отличие от других кандидатов, чувствовали себя уверенно и даже расслабленно. Парни хороши, спору нет, может и достойно этих назначений. Но вот беда, Сергей Верланов при требуемом законном стаже работы на госслужбе 3 года имеет его только 10 месяцев, а Максим Нефедов абсолютно не в теме таможенной деятельности, да и таможенный кодекс наверняка знает не очень. Как он будет справляться с тестированием на знание законов и решать ситуационные задачи – вопрос очень хороший, и встанет он уже во втором туре. Первый этап конкурса выглядел достаточно прозрачным и открытым, на нем тестировали кандидатов на знание иностранных языков. Рандомно выбранный пакет с заданием, тестирование под телекамерами, в новом зале – все красиво. В результате этого по таможне было определено, что в полуфинал выходит 6 кандидатов. Обзор кандидатов я сделаю перед финалом, а вот сейчас предлагаю немного поговорить о том, кто будет определять победителя и так ли независимы эти люди. Открываем сайт НАЦ и читаем миссию агентства госслужбы «Розвиток профессийной, эффективной, стабильной, политично неупередженою державной службы, що відповідає принципам незалежного врядування та стандартам і кращим практикам», бла-бла-бла-бла-бла. Звучит красиво. А теперь открываем состав комиссий, которая и определяет победителей в независимых конкурсах. Насколько этот список соответствует политической неупередженности? Первым членом значится Анненкова Наталья Валентиновна, керевник головного департаменту региональной та кадровой политики администрации президента Украины. Очень независимый член комиссии, особенно политический, ведь президент и администрация президента у нас никогда ни на что не влияла. И такая фигура в независимом госагентстве совсем не смотрящая от Порошенко за конкурсами. А если не смотрящий, то зачем этот человек нужен, если само по себе агентство уже независимый орган? Идем дальше. Вторым значится Рыженко Александр Владимирович, глава Державного агентства с пытань электронного урядування Украины. Звучит красиво и независимо, но если присмотреться, то этот человек личный айтишник Гройсмана и смотрящий за конкурсами от премьера. Не верите? Давайте проведем параллели между биографиями Гройсмана и Рыженко. В 2006 году Гройсман становится мэром Винницы. Рыженко, до этого три года нигде не работая, становится начальником отдела компьютерного обеспечения Винницкого Горсовета. Дальше, пока Гройсман мэрствует в Виннице до 2014-го, Рыженко растет там до должности директора айти департамента Винницкого Горсовета. В феврале 2014-го, когда Гройсман перебирается в Киев и становится вице-премьером и министром регионального развития, Рыженко становится начальником айти управления Министерства регионального развития, откуда в августе переползает в кресло главы госагентства по вопросам электронного правительства Украины. Ну а в 2016-м, когда Гройсман становится премьером, Рыженко становится вторым по списку и значимости членом комиссии агентства госслужбы. Абсолютно политически независимый член комиссии, который еще и является специалистом по информационным технологиям, что в условиях независимых электронных тестирований очень важно. Остальных участников комиссии НАЦ теперь можно не обсуждать. Ващенко – формальный руководитель, а остальные члены – декорации для формальности кворума и правильного голосования. Такая себе красивая ширма для нужных назначений. Ну а что вы хотели? Если назначать на такие должности людей без конкурса, то это означает брать на себя персональную ответственность за их действия. А поскольку отвечать у нас никто ни за что не хочет, то и придумали за бюджетные деньги проводить якобы независимые конкурсы, но с нужными назначениями. Вот кто отвечает за назначение Насирова на голову государственно-фискальной службы? Никто победил на конкурсе коллективная безответственность, которая всех устраивает и оплачивается из бюджета. У меня все. До встречи во втором туре через неделю. Всем пока.